Очень плодотворным оказалось начало года для Школы искусств номер один. Ее воспитанники стали призерами сразу двух международных конкурсов. Об успехах юных музыкантов узнаете у Жан Сулута Стемировой. Несмотря на юный возраст, Виктория Мехеда исполняет совсем не детские по сложности произведения. Маленькие пальчики ловко перебирают клавиши. Это миниатюра Чайковского «Баба-Яга». За исполнение композиции девочка получила диплом первой степени на международном фестивале «Сибирь зажигает звезды». К музыкальной школе меня привела мама, потому что мой папа играл на гитаре и хотел, чтобы я тоже занималась музыкой. Но я выбрала игры на фортепиано. Больше всего мне нравятся композиторы Чайковский, Бетховен, Любарский, Кедики. Фестиваль проходил в Омске. Честь Казахстана защищали 16 воспитанников школы искусств Петропавловска. Жюри отметило всех. Трое стали лауреатами, остальные получили дипломы. Ребята участвовали в разных номинациях. Это и исполнительское мастерство, инструментальный жанр и вокальный жанр. Значит, в инструментальном жанре мы попробовали свои силы в номинации фортепиано и гитара. Вокалисты у нас участвовали тоже в двух жанрах. Это эстрадный вокал и академический. Последней номинацией выступала 12-летняя Даникер Жакупова. В школе искусств занимается второй год. Признается, Петии нравится акапелла. С начала года ученики школы искусств показали свои таланты еще на одном конкурсе «Золотая Сибирь». Он тоже проходил в соседнем Омске. Ездили туда инструменталисты. Юный дамбрист Арастанжаров стал лауреатом первой степени. В России понравилась дамбра. Их это удивило. Очень понравилось. Наверное, я победил, потому что я удивил их. Всего в школе искусств около 200 воспитанников от 4 до 18 лет. Лучшие из них готовятся к международному фестивалю в Сочи. Жан Сулут Астемирова, Жулузбек Ермуканов. Новости МТРК.